На телеканале Россия 1 главные вести Карачаева Черкесии. С вами Руслан Куркмазов, мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. Прокуратура назвала места коррупции. В Карачаево-Черкесии сегодня подвели итоги борьбы с нарушениями антикоррупционного законодательства. Парковая зона на селе. Общероссийский народный фронт увидел реализацию федерального проекта в селе Садовом Адыгехабльского района. Народный промысл – это не только искусство, но и бизнес. Предприниматели Карачаева-Черкесии учили зарабатывать художественные деньги. Александр Невский, что важнее, полководец, вождь или святой. Сегодня в Карачаево-Черкесии изучили биографию победителя крупнейшей битвы. Прокуратура Республики прошла пресс-конференция по вопросам исполнения антикоррупционного законодательства. Большая часть нарушений, как отметили работники прокуратуры, вскрыты в органах местного самоуправления. Фатима Даурова подробнее о противодействии коррупции в Республике. О проводимой надзорным ведомством и правоохранительными органами региона работе в сфере борьбы с коррупцией журналистам рассказал помощник прокурора Республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Радмир Баташев. Он отметил, что наиболее характерными нарушениями установленных законом обязанностей, запретов и ограничений является предоставление недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, неурегулированность конфликта интересов. В 2020 году проведенными антикоррупционными проверками были охвачены органы государственной власти Республики, муниципалитеты и, безусловно, учреждения и ведомства всех форм собственности. По результатам проведенных проверок было выявлено более 3,5 тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции, в целях устранения которых было внесено 1500 актов прокурорского реагирования. 640 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По словам Радмира Баташева, большая часть нарушений антикоррупционного законодательства вскрыта в органах местного самоуправления. Прокурорами пресечены факты нарушения при осуществлении государственных и муниципальных закупок, распоряжении бюджетными средствами, предоставлении государственных и муниципальных услуг. К примеру, Совет сельского поселения Адыхабовского муниципального района весь депутатский корпус не предоставлял свиньи о доходах. Также глава администрации сельского поселения Угрупского муниципального района практически на протяжении трех лет предоставлял недостоверные свинья о доходах своей супруге в общей сумме около 2,5 миллионов рублей. Были установлены и выявлены такие факты, как назначение на должность глава администрации, также сельского поселения, гражданина предельного возраста, которые не соответствуют эквалиционные требования. По материалам прокурорских проверок возбуждено 26 уголовных дел коррупционной направленности, при этом большая часть выявлена в сфере бюджетных правонарушений. Судами было рассмотрено и удовлетворено 14 заявлений прокуроров на сумму более 79 миллионов рублей. Правоохранительными органами республики в минувшем году выявлено 148 преступлений, в том числе 25 фактов взяточничества. Старший помощник прокурора также отметил и положительную тенденцию. С года в год ты наблюдаешь на практике, видишь, что государственные служащие, муниципальные служащие становятся более ответственными, более ответственными вопросами, относятся к этим вопросам, вопросам противодействия коррупции. Фатима Дорова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. Представители проектной дирекции Минстроя России, руководители федерального проекта ОНФ «Жилье и городская среда» провели мониторинг реализации федерального проекта в Карачаево-Черкесии, парковая зона в Адыгихабрском районе. Села Садового стала одним из объектов оценки. О том, как прошла встреча и о пожеланиях благоустройства территории отдыха, значимости для жителей Садового узнавала Альбина Ламкова. По предварительной переписи численность населения села Садовое составляет 2070 человек. Все необходимые объекты социального значения здесь и есть. Основное занятие большей части жителей села – животноводство, а другая часть содержит теплицы. И, конечно же, помимо работы, людям необходим отдых. А такой зоны в Садовом не было. Парк предполагает стать отличным местом отдыха сельчан. Это компактная, но очень уютная территория. Для малышей здесь предусмотрен детский игровой комплекс. Ну а ребят постарше привлечет площадка со спортивным набором тренажеров. Ну и как же без уличного освещения и скамеек. А ближе к весне планируют провести озеленение территории. Зону отдыха благоустроили в начале осени. Для комфорта сельчан выбрали место в центре населенного пункта. Рядом школа, памятник защитникам Отечества и другие значимые объекты. С удовольствием. Много ребят, молодежи ходят сюда заниматься вечерами. Сейчас, конечно, в силу того, что погодные условия не позволяют, людей маловато. Но в целом все очень рады, всем очень нравится. А вы ходите заниматься на тренажерах? Конечно, ходим. Мы же должны быть примером для молодого поколения. Поэтому стараемся. Национальный проект «Жилье и городская среда» считается глобальным. Он охватывает все стороны жизни и условия существования населения страны. Оценка и осмотр объектов специалистами помогает качественно реализовать поставленные задачи. Мы мониторим ситуацию. Мы ездим в малые населенные пункты. Мы смотрим, где слабые места. Знаете, просто погрозить пальчиком и приезжать. Но нет смысла. Сегодня для глав муниципалитетов поставлена задача, которую они должны выполнять по поручениям президента. Безопасность, чистота и комфорт – основные задачи. А чтобы все условия по их выполнению были соблюдены, специалистов надо обучать. И это самое главное условие. Все делают одно общее дело, отметила Светлана Калинина. А говоря о данном объекте, эксперт рассказала о недочетах, которые устранят уже в течение месяца. Он может быть главаном, он может быть агрономом, он строительственным и не должен это понимать. Но есть специалисты, которые в регионе должны понимать это. Для этого и проводится мониторинг. Только за прошлый год представители проектной дирекции Минстроя России, руководители федерального проекта ОНФ «Жилье и городская среда» посетили 22 субъекта, в которые входило по 30-40 населенных пунктов. В этом году это второй субъект, когда мы приехали и посмотрели. Мы были сейчас в Ставропольском крае, приехали к вам. Это обида. Ну а какая может быть обида, если мы помощь, да, мы показываем, мы даем правильные рекомендации, мы проверяем, контролируем их исполнение, потому что это важно. И должно быть понимание. Каждый субъект, он индивидуален. По словам Светланы Калининой, проект воплощается в жизнь не на 10 и даже не 20 лет. Поэтому основная преследуемая цель и гарантия поставленных задач – это качество, чтобы все созданное сегодня осталось последующим поколениям. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыхабльский район. В Центре предпринимательства республиканской столицы прошла стратегическая сессия на тему развития отрасли народных художественных промыслов Карачаево-Черкесской республики. В ее работе приняли участие руководители трех министерств республики, бизнесмены и другие заинтересованные лица. Подробности Мурата Джанкезова. В Карачаево-Черкесии всерьез намерены сохранить, возродить и развивать отрасль народных художественных промыслов и ремесел. Стратегическая сессия проводится в рамках национального проекта «Мало и среднее предпринимательство» и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. Для этого объединили ресурсы трех республиканских министерств экономического развития, культуры и туризма. Мы готовы помочь, готовы поддержать там, где нужно толкнуть, извините за простоту речи, но сделать все для того, чтобы вы дальше развивались, таких людей, как вы, было гораздо больше, потому что, еще раз повторюсь, каждый из вас – это история наших народов. Каждый из вас – это наша любимая Карачаева-Черкесия, которая будет представлена в каждом уголке нашей страны. А еще лучше, чтобы мы вашу продукцию дальше могли и поставлять, и представлять ее за пределами нашей страны. Стратегия развития народных художественных промыслов республики предполагает их сохранение как уникальной, так и универсальной ценности, определяющей самобытность и жизнеспособность многонационального народа Карачаева-Черкесии, важной составляющей ее нематериального культурного наследия и бесценного ресурса для развития туризма, культуры и образования. Важно то, что, как уже было сказано, мы могли, вот этот продукт, который вы создаете, уникальный, аутентичный продукт, мы могли тиражировать и распространять, как говорится, в широком смысле. То есть нам необходимо совместно выводить его на те места, где наиболее высокая концентрация туристов в нашем регионе. Это наша общая с вами задача, и мы готовы в этом, конечно, принимать активное участие. В период пандемии коронавируса отрасль народных промыслов оказалась одной из наиболее уязвимых. Если раньше проводились небольшие выставки, в основном республиканского уровня, то теперь власти намерены значительно расширить ареал распространения изделий народного творчества ремесленников Карачаева-Черкесии. Раньше традиционно это были небольшие выставки здесь, в Карачаево-Черкесии, которые больше были для специалистов, в меньшей степени для широкой публики, для покупателей. Сейчас же мы говорим о том, чтобы, объединив ресурсы нескольких ведомств и господдержку, которой сейчас много, но о ней мало кто знает, и очень важно доводить, в том числе и с помощью этой конференции, до наших художников информацию о том, как государство им помогает, всю эту информацию сложить вместе и начать конкретную работу. Участникам встречи рассказали о мерах государственной поддержки народных промыслов, о создании каталога производителей отрасли, о работе комитета по предпринимательству при торгово-промышленной палате. Кроме того, предприниматели получат готовые кейсы по маркетинговому сопровождению. Также для участников провели индивидуальное консультирование. Мурат Шанкёзов, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. А сейчас настало время прогноза погоды. После продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем местами дождь, мокрый снег, в отдельных районах сильный. Ветер западный 5-10 метров в секунду и порывы до 15-20, а в горах до 28. Температура ночью минус 1-6, в горах до 11 градусов мороза, днем плюс 1-6, местами до минус 4. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске ночью преимущественно без осадков, днем дождь и мокрый снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15-20. Температура ночью минус 2-4, днем 2-4, выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. Праздничная мега-акция в Ветских мехах. Скидки до 50%. При покупке шубы куртка в подарок. Успей до 8 марта включительно. ТЦ Панорама, первый этаж. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. Веси заперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 123 человека. Из них 17 374 выздоровели. 272 сейчас госпитализированы. Эпидемиологическая ситуация в Карачаево-Черкесии стабилизируется. Количество вновь выявленных больных с диагнозом COVID-19 снижается. Число переболевших новой коронавирусной инфекцией на сегодня составляет чуть более 19 тысяч человек. Более 3 тысяч уже провакцинированы. Но все же вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией сохраняется. Победить ее можно лишь в том случае, если у 70% населения нашей республики будет иммунитет. Поэтому сейчас активно в 13 медицинских пунктах идет вакцинация населения отечественной вакциной «Спутник Ви», которая показала свою безопасность и эффективность. И несмотря на то, что часть ограничений уже снята, врачи призывают не пренебрегать мерами профилактики. «Люди начинают снимать маски, не соблюдать меры социальной дистанции, посещать без ограничений места массового скопления населения. Я бы все-таки пока предостерег наше население от таких необдуманных шагов. Потому что по расчетам наших ученых, эпидемиологов, эпидемиологическая ситуация может резко улучшиться. И мы можем сказать, что мы побороли практически эту пандемию, если количество людей с иммунитетом против коронавирусной инфекции достигнет 60-70%. То есть это люди, которые активно провакцинируются от коронавирусной инфекции, либо же получат иммунитет вследствие перенесенной болезни». В РИПКРО прошел круглый стол на тему Александр Невский, великий полководец, государственный деятель, святой. Организовали мероприятия МВД совместно с Министерством образования и науки республики. Общественный совет при МВД Северной, Южной и Церковной округа Карачаева-Черкесии было отмечено, что Александр Невский руководил государственными органами и корни образования различных структур лежат в основе управления князя Александра Невского. Это все то наследие, которое мы имеем на данный момент, и он определил выбор современной России, сыграл важную роль в укреплении православия на тот момент. Данный тим раскрывает личность князя Александра Невского как национального героя, государственного деятеля и полководца. Участникам круглого стола удалось сопоставить его образ и исторической памяти народа, сформировать задачи по укреплению влияния на патриотическое воспитание детей молодого поколения, бережному отношению к своей исторической памяти и культурному наследию. Это все новости к этому часу. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Акушерка. Счастье на заказ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова